Не собирался сегодня записывать ролик, но вот буквально пять минут назад прочитал комментарии под моим последним видео, которое называется «И жизнь хороша, и жить хорошо» от Диониса Диодорос. Ну как бы греческое имя и фамилия, будем считать, товарищ из Греции меня смотрит, и его задают за такой очень интересный вопрос. Вы жили в СССР во время вторжения в Афганистан, советских войск. Мне интересно, как в самом СССР, в СМИ освещали это событие? Что в газетах по ТВ говорили? Причины вторжения, почему, зачем это надо? Как объясняли СМИ население, зачем воевать в Афганистане? ПС, какой у вас вес и рост? Ну я вес и рост уже написал свой, да. Очень интересный вопрос, очень и очень. Мне просто даже так это как-то приятно стало вспомнить эти дальние-дальние годы. Я уже практически все забыл, но вот сейчас буквально сижу, вспоминаю. Я принципиально сейчас не буду смотреть никакие там эти, как называется, Википедии, информации по тем временам. Да, я сейчас попытаюсь просто вспомнить лично свои ощущения по этому поводу. Прежде чем перейти к воспоминаниям о афганской войне со стороны Советского Союза, я сейчас немножко вспомню нашу 101-ю воздушно-десантную дивизию, можно сказать, дивизию по-русски, да, или другими словами привлекательской десантно-штурмовая дивизия 101-я, которая принимала очень-очень такое значительное участие во Вьетнамской войне, и до этого во Второй мировой войне, до этого еще там в Первой мировой войне. Ну, я бы так остановился на Второй мировой войне, даже не на Второй мировой, вернее, а на Вьетнамской войне, где эта дивизия себя проявила очень-очень так, я бы сказал, круто по сравнению с другими, с другими родами войск. Вот, сейчас демонстрирую наши нашивки, да, наши нашивки. Вот, в принципе, эта дивизия, а, как бы это в прошлом речи, она называется Кричащие Орлы, дивизия, дивизия Кричащие Орлы. В процессе Вьетнамской войны дивизия определилась как десантер-штурмовая, штурмовая дивизия, которая, значит, мощит противника с вертолетом, да, ну, на тот момент было это очень актуально, я думаю, и на сегодняшний момент достаточно актуально, и, короче, вот наша дивизия специализировалась на вот этого вот, конкретно, мочил его с вертолетов, да, ну, грубо говоря, спецназ, спецназ, который действовал, значит, в определенных местах в тылу противника, с высадкой с вертолета, и, короче, там, долбили всех подряд. И переходим к сути заданного мне вопроса по поводу войны в Афганистане. Я сейчас смутно помню, что там, что там писали в наших, эти средства массовой информации, СМИ, вот, но я хочу начать даже не с этого, начну начать с 69-го года, с 69-го года, который мне запомнился, вот, вот, первое, что мне запомнилось по поводу всяких там воинских этих самых дел, в 69-й год был, это когда китайцы устроили провокацию на острове Даманском, на Дальнем Востоке, да, и, ну, как у нас писали в наших этих советских СМИ, что эти подлые китайцы, хунвинбины, мао-дзидоновские хунвинбины, там, значит, долго нас провоцировали, в конце концов, они там начали мочить наших пограничников, и мы им там дали достойный отпор. Ну, в принципе, так оно и было, в общем, так оно и было, конечно, потому что история этого дела такова, что по всем международным законам раньше было, граница проводилась по фарватеру, ну, грубо говоря, по центру реки, да, если вот между сторонами река, вот по центру реки проводилась граница. Остров Даманский лежал ближе к китайской территории, за центром ближе к китайской территории, но по тем законам международным, как бы это допускалось, что даже если он там ближе к китайцам был, все равно он мог быть советским, то есть принадлежал Советским Союзом. Ну и как бы все это было записано в договорах международных, то-то все, никто не возражал. И то вдруг, когда Мао Цзэдун сделал свою культурную революцию в Китае, ну вот там появились Хон Вин Бины, десятки миллионов молодых людей, которые, значит, попытались там что-то это самое менять в своей стране. Ну как бы это было прогрессивно все с одной стороны. С другой стороны, в международных делах это немножко нехорошо все это происходило. Ну и, по крайней мере, вот они попытались там забрать вот этот же Советский остров, остров Даманский. Там были провокации, ля-ля, потом побили российских, советских, то есть пограничников. Ну и в конце концов по ним долбанули градами или там чем-то еще. Вот, и это, а у китайцев этой армии еще слабой была. Ну и, короче, этот остров Даманский забрали обратно. Вот не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, его даже уже китайцам отдали обратно, я так думаю. Я так думаю, что отдали. Вот, поинтересуйтесь, я это не смотрел специально. Остров Даманский, думаю, китайцам уже отдали обратно при Путине, да. Вот, вот это мне запомнилось. Это был 69-й год, 69-й год, я тогда, мне было 16 лет, я учился, кажется, так, ну, наверное, в 8-м классе я учился, или в 9-м, или в 8-м, ну, не важно, там 9-й, 8-й, 16 лет, да. Вот, я помню первое вспоминание, вот, проведив вопросы про войну, да, я офигенно хотел поехать на войну, воевать с китайцами, да, я там, да, типа, заявление что-то пытался написать, ну, папашка мне сказал, что это, ты что, придурок, что ли, тебе 16 лет, никто тебе не выйдет, вот, во-первых, да, потом, нифига тебе там делать, а отец мой там был уже майором ВВС, СССР, вот, и как бы он там, он меня очень патриотически, там, коммунистически воспитывал, но, нет, он меня тут остановил в моем порыве, так сказать, хотя я уже 16 лет был готов там ехать, воевать с китайцами, вот, это был 69-й, год, да, а война в Афганистане началась где-то в 79-м, через 10 лет, короче, через 10 лет, 79-й год, я служил в армии с 77-го по 79-й как раз, по 79-й, какой-то месяц-то был, весной, как же, 79-й, уволился, и вот, не помню, когда началась война в Афганистане, то ли весной, то ли летом, не помню, ну, видимо, вот, примерно в этот период, где-то, да, почему-то для меня он произошел совершенно незаметно, в 79-м я уволился из армии, ну, демобилизовался, как там говорили раньше, в 79-м, да, и рванул уже из России, я рванул в Эстонию, сразу же, я из армии не вернулся обратно к родителям, там, на родину свою, в Россию, сразу рванул в Эстонию, вот, и пробарахтовшись, там, где-то два года в Эстонии, я, как бы, там, сразу нашел жилье, работа, там, тогда все, все было нормально, вот, там я начал заниматься каратэ, между прочим, вот, в Эстонии начал заниматься каратэ, это был 79-й год, когда каратэ еще в Советском Союзе, в общем-то, и неизвестно, практически, наверное, не было, ну, может быть, там, в Питере, в Москве, может, какие-то отдельные там секции были, но в Эстонии уже, как бы, реально можно было чуваку попасть, и я попал в такую секцию, как бы, нормально занимался, вот, в 79-м году это было, я не помню, что бы, как, или я не интересовался, но я не помню, хотя Эстония была, это Советский Союз, я совершенно не помню какой-то информации по войне в Афганистане, вообще, тише да гладь, вообще, вот, хотя я служил в армии, теоретически могли меня призвать в Афганистане, я бы, скорее всего, поехал, я был такой страшным патриотом, да, и любил повоевать, там, подраться, то да сё, я, в общем, был такой конкретный чувак, вот, вот, но почему-то это мимо прошло совершенно, информации, то есть не было никакой, то есть призывали втихаря каких-то, видимо, чуваков молодых, причём тупорылых, я думаю, которые не были профессионалами, и под эту гребёнку их просто, да, штабелями отправляли в Афганистан, ну, и там, кто выжил, кто не выжил, так получалось, да, кто был более-менее нормальный чувак, там, как бы, выкрылился, он остался живым, да, приехал нормальным, а большинство там, видимо, ну, насколько я знаю, там, где-то 1015 полегло, полегло советских этих сам бойцов, да, 1015, несмотря на что, там прямой, такой, прямой конфронтации не было, там были какие-то там засады периодические, какие-то обстрелы, какие-то караваны, там, прямого столкновения было очень мало, это было, эти потери были чисто на каких-то там перевалочных этих самых делах, там, где-то куда-то что-то везли, куда-то ехали, их там где-то из засады обстреляли, например, так было, хотя громадные потери, 15-е громадные, но, правда, за 10 лет, 10 лет война там длилась, как я помню, вот, ну, отвечая на вопрос, скажу так, что по Афгану вообще никакой информации не было, во сколько я жил в то время, практически ничего не было, если было что-то, может быть, хотя я вообще не помню, да, это наверняка было, что там все нормально, там какие-то граничные бои ведутся, там наших типа вообще нету, это вот как сейчас на Украине, в Донбассе там как бы русских войск нету, как бы в Крыму там, когда переворот делался, там типа тоже там русских войск не было, но то же самое было в Афганистане, хотя там вовсю, там, насколько я помню, еще до вторжения советских войск был свергнут Амин, президент Афганистана, по просьбе на Джиблы, кажется, на Джибла был такой чувак, который учился в Советском Союзе, его как бы подготовили там все к смене к власти, да, и спецназ КГБ или ГРУ, ГРУ, наверное, да, спецназ ГРУ сверг этого Амина, такая классическая операция красивая была, там очень так, ну да, я там читал когда-то, что четко все провели, но факт в том, что свергли закону президента Афганистана и поставили своего протеже, в то время в России правил, то есть в Советском Союзе правил Брежнев, если я не ошибаюсь, кажется, Брежнев, вот Брежнев, значит, решил, ну, с Политбюро решили, что мы поставим этого Хаджибулу нашего, а этого Амина мы это грохнем, ну, короче, поставили спецназ ГРУ, там, бля-ля-ля, и туда-сё, вот, а, ну, в принципе, вот я ответил на вопрос, ну, сейчас у меня возникает следующий вопрос, вот, сейчас по последним событиям в Швеции, по поводу этих беспорядков Ринки-Би, это в мигрантском районе, вот как раз у меня мысль сейчас возникла, что следующий ролик, на работу на эту тему, я тут вот буквально сегодня приехал с учебой, случайно просто прочитал информацию, очень интересную информацию, что, оказывается, там ещё каким-то блоком России завязано, там российский НТВ канал, видимо НТВ, я не знаю какую точку, но какие-то российские журналисты подвязаны в этих беспорядках, которые подошли в Ринки-Биу, и причём очень так конкретно, я так посчитал из двух источников, из датского источника и шведского источника, и всё совпадает, в общем-то, там очень интересный вопрос возникает. Так что на сегодня я заканчиваю с нашей воздушно-десантной 101 дивизии американской, да, вот, и следующий ролик, возможно, я запилю как раз по ещё, ну, как бы это уже время прошло, и уже не настолько актуально, но открываются некоторые моменты, политические моменты, которые, как бы, есть смысл осветить. Ну вот, спасибо Дионису Диодоросу за интересный вопрос, так что я его, я думаю, светил какой-то.